Какое главное это взаимоотношения все-таки с собой? Мы привыкли смотреть на себя. Мы привыкли, не знаю, шуршать по хозяйству, в детстве посуду мыть, попропылесосить, шкуру руки сделать. Мы вот чем-то все время заняты, и нам как-то кажется, что сейчас я сяду и начну все разглядывать. Это как-то непрактично. А это самое практичное, что есть на свете. Потому что если мы не понимаем, да, какими, мы не можем найти свое место под солнцем. И первый шаг, который можно сделать в этом направлении, это начать осознавать, что я чувствую. Что я чувствую прямо сейчас. Если мы не обращаем внимания, что в происходящем мне что-то не нравится, терпим, да, через какое-то время, оно начинает расти. Это, ну, классический пример невнимания к себе и неумение управлять эмоциями. Если вы за собой знаете, да, что вам свойственно раздражаться, да, бывает часто что-то, что злит, прям хочется накричать, всех построить, дворе, да, на подоконнике. Да, с чего стоит начинать, чтобы быть более спокойным и равновешенным человеком? Осознавать механизм, как у нас возникает злость, да. На первом этапе, который мы обычно не замечаем, возникает недовольство. Нам что-то не нравится. Вот всё хорошо, я спокойна, уравновешена, но мне что-то не нравится. Например, мне не нравится, какой же пример-то привести, что мой муж на меня кричит. Мне вот это просто не нравится. Прямо сейчас, что вот он повысил голос ни с того ни с сего, мне не нравится. Да, но обычно мы это не замечаем. И через там пять минут буквально, или десять, или пятнадцать, смотря на сколько его хватает, наше недовольство начинает выходить на новую стадию, в которую уже можно назвать раздражением. Мне уже не просто не нравится. Мне уже это начинает как-то так подбешивать. Слегка. Да, и вот тогда появляется вот этот голос, можно было и потише говорить со мной. Но я ещё как могу себя контролировать, я ещё терплю. Я ещё как будто бы конструктивно разговариваю, давай поспокойнее будем. У нас дети. Ну там разные варианты, да, совместно с живоплощадь. Давай, давай тут без разрушения окружающей среды. Если я и в этот момент не заметила, а чаще всего так и происходит, я не замечаю, что уже что-то изменилось, и что спокойствие моё давно нарушено. То раздражение продолжает нарастать. И тогда появляется вот эта самая эмоция, которую нам уже видно, да, злость. То есть это по шкале уже намного выше. И только в этот момент многие замечают, что как-то разозлились. Хотя сделать уже практически ничего нельзя. Уже всё, уже крышечку сорвала у чайничка. И там уже ответная реакция. Я объясняю, я потратила на тебя лучший год за свои жизни. Они там уже вообще к этой ситуации отношения не имеют то, что я говорю. Я соберу всё, что я помню про этого человека. Всё, что знала и не знала, и придумаю ещё. Тем самым, ну вот позволяя этой злости проявляться именно таким образом, я её ещё накручиваю. Ну мы же остановиться потом не можем. Да, а вот здесь уже гнев. Ну дальше ярость, дальше состояние аффекта. Вот тоже бывает. И почему мы говорим, что я не умею управлять собственной злостью, или я не умею управлять гневом, потому что мы её замечаем вот здесь или вот здесь. И пытаемся вот этим управлять. Невозможно просто. Это уже стихийное бедствие. Ну тут с унами, остановите меня, пожалуйста. В этот момент об управлении чувствами речи не идёт. Принцип совсем в другом. Начинать быть внимательнее к себе и замечать злость вот на этом этапе. Когда нам что-то не нравится, и на этом этапе ей управлять. То есть говорить о своём недовольстве, как минимум. Знаешь, мне бы хотелось, да, давай паузу возьмём пять минут, что мне очень хочется, ну, чтобы мы как не стали злиться, а могли поговорить, ну, с уважением друг к другу. Давай вот на пять минут в разные углы, там, до десяти посчитаем, там, что-нибудь сделаем, и мы вернёмся к разговору. Всё, что мне не нравится, ну, это и есть как то, чего я хочу отсюда вытекает. Я могу сказать, чего я хочу. Мы обычно говорим, что мне не нравится, но не говорим, что взамен. Давай вот так, давай вот так. Это то, чем мы учим на тренингах.